Вот у меня не раз и не два такое в жизни было. Вот думаешь такой, только Аллах поможет. Вера в такие моменты подскакивает. Ты знаешь, что Аллах спасет тебя от этого, знаешь на сто процентов. В такие моменты Аллах показывает, что Он существует, а в Судный день Всевышний Аллах обо всем этом напомнит. Когда в Судный день воскреснут арабы, времен посланника Аллаха, Аллах спросит у них, разве я не дал вам верблюдов? А в Коране Аллах говорит о верблюде. Неужели они не смотрят на верблюда, как он сотворен? Но на самом деле это же просто чудо Аллаха. Как он воду удерживает внутри своего тела. Как он огромные расстояния в пустыне пройти может. Без водопоя арабы в пустыне обматываются шарфом, чтобы защитить глаза от пыли, песка. А у верблюдов на глазах защита. Аллах так создал их. И вот Аллах скажет арабам, разве я не дал вам верблюда? Конечно же они скажут. Да, наш Господь. Ведь в самом верблюде было знамение. Верблюда создал Аллах. Но знамение Аллаха так же и в тех вещах, которые человек сам сделал. Смартфон, например. Или машина, которую человек сделал. Эти знания, на основе которых человек все это собрал. Кто человеку дал возможность до такого додуматься? Как добыть нефть? Как сделать двигатель внутреннего сгорания? Мышление, с помощью которого человек до всего этого додумался. Дал ему Аллах. В этом тоже знамение. То есть опять же, смотрите, нужно именно познавать Аллаха, а не просто знать, что Он существует. То, что Аллах существует, все видит, все слышит, это знание. А вот познание, это когда ты размышляешь об окружающем мире и во всем видишь след Аллаха. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что в судный день Аллах Всемогущий и Навелик скажет человеку. О, сын Адама! Я болел, а ты не навестил меня. Человек удивится, мол, как? Аллах, как ты можешь болеть? Ведь ты, Господь миров. Аллах скажет, такой-то, такой-то был болен, а ты не навестил его. Если бы ты навестил его, ты бы нашел меня рядом с ним. Здесь две морали. Первая в том, что когда болеешь, нужно терпеть, успокаивая себя тем, что Аллах с тобой. Аллах говорит в Коране, поистине Аллах с терпеливыми. И второй смысл этого хадиса. Причист Аллах. Когда видишь, как кто-то болеет, нужно благодарить Аллаха за то, что Он тебя от такого избавил. Если видите инвалида или человека с какими-то повреждениями на лице и тому подобное, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, что нужно читать такую мольбу. Алхамду лилляхи, афаани мимма бталака бих, вафаани мимма бталака бих, альхамду лилляхи, вся хвала принадлежит Аллаху, который уберег меня от несчастья, которое постигло его, и который даровал мне огромную милость. Которую не дал этому своему творению. То есть, когда видишь больного, ты должен благодарить Аллаха за свое здоровье. А мы? Как должное воспринимаем? Пока не заболеем, к Аллаху не обращаемся. Нет Бога, кроме Аллаха. То есть, верующий должен сразу же поминать Всевышнего Аллаха, когда видит больного человека. Если видишь мертвого, напомни себе, что ты живой, и восхвали Аллаха за это. Или, если видишь кого-то в больнице, возблагодари Аллаха за то, что Он уберег тебя от этого. Через это очень хорошо познается Аллах. Вот, например, когда пророк садился на верховое животное, он читал аят Корана. И мы читаем, когда на транспорт садимся. Субхана Аллахи сахарарана к нашему Господу мы вернемся. Можно это воспринимать и так, что в любой момент Аллах может забрать нашу душу. Будь то на этом транспорте, или же за его пределами. Это вот как в прежние дни. Наездник мог упасть с лошади и умереть. Также сегодня человек может разбиться на транспорте. Всевышний Аллах поместил в этом знамение, что мы в этом нуждаемся, но это же может нас и убить. И через все вот эти молитвы, которые мучил пророк, или которые Аллах в Коране говорит, через это мы тоже познаем Аллаха. Существование Аллаха, Его могущество. Мы познаем Аллаха через все, что встречаем вокруг себя. Не существует ничего, через что нельзя было бы понять, что Аллах существует, и познать Его. Разные Его качества. Так мы и должны жить.